Национальная библиотека Чувашия презентовала для ульяновских читателей вот такое вот миниатюрное репринтное издание первого букваря для Чуваш Ивана Якулева. А прямо сейчас в здании 17-й библиотеки Содружества проходит творческая встреча и обмен впечатлениями между чувашскими поэтами и писателями и ульяновскими. Давайте присоединимся к их участию. Автоматизированный процесс формирования фондов библиографических... Наш город посетила делегация народных поэтов и писателей Республики Чувашия, которые провели творческую встречу с читателями. В этом году Национальная республиканская библиотека отмечает 150-летний юбилей. По этому поводу праздничные мероприятия проходят не только в самой республике, но и в соседних регионах. Ульяновск не стал исключением, так как наши литераторы и мастера слова из Чувашии уже много лет хорошие друзья. Мы, конечно, когда выезжаем в регионы, часто выезжаем в регионы, всегда берем с собой библиотеки наших чувашских писателей. А их у нас сегодня в Союзе профессиональных писателей 130 человек. Поэтому каждый раз 50-70 книг формируем в библиотеке. Народный поэт Чувашия Светлана Смирнова Азамат рассказывает, что ее псевдоним в переводе с чувашского на русский язык означает «радуга». Поэзия она пришла в молодости. Первое стихотворение было опубликовано в газете, когда ей было 27 лет. А сегодня мастер слова – автор уже 23 поэтических сборников. Размеры некоторых изданий вызывают восхищение от объема материалов творчества. Чувашия хорошо говорят на русском. Русские, которые живут у нас в Чувашии, они тоже изучают чувашский язык. Они тоже хотят понять, что за народ чувашский народ. Так ведь? И вот в этой книге, в слове «правда» кривды нет, вот вся правда моя найденная во всех исторических источниках, которые я искала в очень древних книгах, что-то нашла, что-то собрала. И вот получился такой сборник. Работала над этой книгой 30 лет. Также уже не первый раз в нашей области прибывает прозаик Улька Альмен. Ее романы пронизаны невыдуманными историями реальных людей, которые она получает от читателей со всей России. Идешь на встречу с читателем, обязательно найдется какая-нибудь женщина или какой-нибудь человек, подойдет и начинает рассказывать про свою жизнь. Я им всегда говорю – пишите, пишите, не спеша, обдуманно, все вспоминайте. Потому что вы сейчас мне расскажете, я могу забыть. И люди пишут. На мероприятие торжественно вручили почетную грамоту Союза писателей России, литератору, почетному гражданину Ульяновской области Валентине Игнатьевой Таравак. Коллеги называют ее современной Агнией Барто. Посвятив свое творчество детству и юношству, она всегда остро чувствует запросы и вызовы молодых к современному миру. Выпустила 16 книг для детей. В основном на двух языках. Книги издавались и в Москве, и в Саратове, и в Чебоксарах. На творческой встрече для гостей показали документальный фильм «Остановление Чувашской республиканской библиотеки». Мероприятие по празднованию Дня Национальной библиотеки Чувашской республики в Ульяновске организовано благодаря нацпроекту «Культура».